К другим темам. Сегодня новый терминал международного аэропорта Уфа начал работу. Первые пассажиры вылетели из него рейсом по маршруту Уфа-Хургада в 2 часа дня по местному времени. На открытие обновленного здания побывала и наша цельночная группа. Это даже не реконструкция. Ведь полтора года назад старое здание международного терминала было решено снести и на его месте отстроить новое. При этом площадь терминала увеличилась почти вдвое по сравнению с прежней. Что касается пассажиров, то комфорт они почувствовали сразу. Увеличило количество стоек регистрации. Были расширены залы ожидания и зона прилета. А также модернизирована пропускная система и система личного досмотра. Разница ощутимая. Тот терминал был маленький и старый достаточно. Старое оборудование. Здесь я смотрю много регистрационных стоек и само помещение более современное. Новый терминал посетил и глава республики. Рустам Хамитов осмотрел первый этаж терминала, стойки регистрации, а также зону прилета. Увиденным он остался доволен. По словам главы региона, цели, которые изначально ставились перед строителями, сделать терминал комфортным и удобным во всех смыслах, достигнуты. И теперь столичная авиагавань имеет все предпосылки для того, чтобы войти в число лучших аэропортов России, сказал Рустам Хамитов. Цель у нас была благородная построить хороший терминал для того, чтобы жителям Уфы, гостям Уфы было комфортно, чтобы было приятно приезжать в аэропорт, с тем, чтобы качество обслуживания отвечало самым-самым современным требованиям, и чтобы наш аэропорт вошел в число лучших аэропортов России. Такие же масштабные изменения ожидают и терминал внутренних линий. Слава Рустам Хамитова, первые работы на объекте должны начаться уже в следующем году, а вся реконструкция продлится около двух лет. После обновления второго терминала общая пропускная способность аэропорта Уфа должна составить около полутора тысяч человек в час. Андрей Савельев, Виталий Мутавилов, компания Гауфаку.